Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, я тут решился в качестве пока что эксперимента начать, что ли, осуществлять некий проект, который, да, довольно долго я обдумывал его, обдумывал вообще, стоит ли браться за это дело. В общем, чтобы не затягивать это вступление, я скажу так, я решил рассказать о своем детстве. Вот с того времени, с тех годов, как я себя помню, лет с четырех, трех с половиной, и до семнадцати лет. И на совершенно закономерный и правильный вопрос, который может у вас возникнуть, а ты кто такой и почему нам должно быть это интересно, я отвечу так, очень понимаю этот вопрос, сам бы задался им. И скажу так, я намерен рассказывать нисколько о себе, о каких-то своих переживаниях, и тем более я не намерен плыть по волнам какой-то там ностальгии и чего-то сентиментального. То есть, никаких ноток в стиле «ах, как хочется ворваться в городок», в моем рассказе, я надеюсь, не будет от слова совсем. Я, знаете, я скорее постараюсь как бы... У меня неплохая память на прошлое и на свои детские годы. Они как-то так довольно бережно хранятся там на этих жестких дисках в моем сознании и подсознании. В общем, я постараюсь как бы совершить путешествие в прошлое, книга путешествий, только внутри, и как бы вселиться в этого мальчишку, которым я был, и снова посмотреть не на себя, а на то, что было вокруг, на тот мир советский, сейчас объясню подробнее, в котором я жил. Почему это может быть интересно? Потому что я очень благодарен своим родителям, безмерно благодарен папе и маме, что они, будучи абсолютно советскими людьми, особенно батя, отец, у которого была довольно редкая профессия, Барк Шейдер. Я, кстати, из-за этой профессии в детском саду немножко приходилось страдать, потому что меня спрашивали, когда «А кем работает твой папа?» Я говорил «Марк Шейдер», а они не знали, воспитатели, что это такое, что за работа». И смеялись надо мной, думали, что я что-то там путаю и говорю что-то не то. Так, вот таким я был в детском саду. А что касается работы моего отца, да, собственно говоря, вот он, Барк Шейдер. Это тот самый человек, который перед строительством чего-то измеряет рельеф, мой батя занимался этим под землей. В общем, он принимал участие в строительстве нескольких крупнейших всесоюзных строек. Это были гидроэлектростанции. В Советской России это была Красноярская станция, а в Средней Азии это была Антижанская ГЭС и знаменитая, без преувеличения, в те годы очень знаменитая Нурекская ГЭС, которая даже какое-то время носила имя Леонида Ильича Брежнева. И вот он маркшейдером там работал в этих туннелях, которые прорывались где-то в горах. В общем, батя, ты был крут, царствие тебе небесное. И я очень благодарен своим родителям за то, что они так вот кочевали от стройки к стройке по стране. То есть, где родился, где пригодился, это точно не... Где родился, там и пригодился, это точно не про них и не про меня. И в результате родился я где-то на границе Советской Киргизии и Узбекистана. Там был такой... Ну, почему был? Он и сейчас есть город Джалал-Аббат небольшой. И на границе находится со стороны Узбекистана, тогда узбекской СССР, находился город Советабад. Сейчас он называется Ханабад. Вот родился я где-то там, а вырос до второго класса, до восьми лет в городе Советабад. Затем... То есть, рос я в Антижанской области Узбекистана, среди всех этих восточных базаров, портретов славных руководителей узбекской СССР, ССР, ага, и Брежнева, а затем переехали мы в Таджикистан, в город Нурек. Вот о чем я хочу рассказать. Мне кажется, интересно в свете того, что сейчас мы... Что-то прошлое нас никак в нашей общественной жизни более чем бурной и трагичной не оставляет, и тем более советское прошлое. А еще надо заметить, что вот этот регион среднеазиатский, ну, понятно всем, его актуальность для России с годами вовсе не отошла куда-то в тень. Отнюдь нет. Жителям этих стран еще предстоит сыграть очень большую роль в истории нашей страны. И очень много ностальгических как раз таких чувств у моих ровесников, а у молодых людей, у детей любопытство. Что за Советский Союз такой? Вот я, как мне кажется, могу рассказать об этом не наиболее, а просто интересно, потому что об империи лучше всего судить по жизни окраин, потому что именно там все было довольно причудливо, ярко и необычно. Ну, какой интерес судить по империи, по жизни где-то в центре, в метрополии? Нет. Самые свои яркие и неожиданные, и такие быстро текущие, очень временные, но очень достойные для истории свои образы, империя принимает именно на окраинах. Тем более, если это окраины южные, среднеазиатские, если речь идет о населении, которое исповедует традиционный ислам. Вот об этом я и расскажу. Как я уже сказал, постараясь не вдаваться ни в какие сопли, ни в какую ностальгию, и вообще не рассказывая как бы о себе. Ну, поехали. Глава первая. Я, кстати, не знаю, сколько я сниму таких эпизодов. Жизнь покажет. Глава первая. Савитабад. Савитабад. Город в Антижанской области. Сейчас это Ханабад в Узбекистане. Там километров 30 до границы с Киргизией. Сейчас это довольно-таки неспокойное место. Я тут смотрел современные фотографии вот этого пограничного пункта. Там, да, колючие проволоки, столбы, застава, переход от пограничной таможни. Когда же я жил в городе Савитабад в Узбекистане, у нас просто несколько раз в день ходил пазик рейсовый. Туда-обратно, туда-обратно. В город Джалалабад в Киргизии и город Савитабад в Узбекистане. Километров 30-40. Ну, блин, поездка где-то минут 25-30. И, кстати, границу помню. Мне, естественно, не сразу понял. Где-то мне, не знаю, лет 6, наверное, сказали. Там стоял такой памятник. Я, к сожалению, не нашел его фотографий в интернете. И у меня их нет. Там на границе именно между Киргизией и Узбекистаном стоял такой бюст, или скорее голова такая большая, красивая, некого старого аксакала, кочевника. Может быть, это был какой-то писатель, поэт, исторический деятель. Не знаю. Но вот однажды мне сообщили, что, между прочим, мы сейчас проезжаем границу. Я тогда очень удивился и довольно долго расспрашивал, какую границу. Хотя, между прочим, вот о чем я сразу хочу сказать. Эти страны, эти тогдашние республики, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия – это весьма непохожие друг на друга миры. Ни по быту, ни по взаимоотношениям тогдашним между такими, как мои родители, приезжими людьми, которые работали, что-то строили и местным населением. Ни по культуре – это совершенно разные страны. И вот эта поездка на автобусе ПАЗ, на ПАЗике, маленьком автобусе, получасовая, между Узбекской Советской Республикой и Киргизской Советской Республикой – это бы вообще-то был переезд в достаточно разные миры. А Киргизия – город Ош, славный город Ош, он и сейчас прекрасен, который находился также недалеко от Джалалабада, можно было там проехать еще буквально минут 10-15. Точно не помню. Ну, это, во-первых, национальные киргизские одежды. Там мужчины особенно, да и женщины, но мне запомнились мужики, потому что киргизы, они все носили вот такие национальные шляпы, очень высокие. Я сейчас покажу тут фотографию. Все ходили в таких халатах. Там были базары. Собственно говоря, почему мы ездили? Потому что город Саветабад, он был такой, ну, строительный такой город. То есть, русский, европейский, как хотите. Несколько индустриальный, потому что там жили те, кто строил эту андежанскую ГЭС. И там, конечно, был базарчик небольшой. Но вот прямо закупиться там какими-то дынями, славным виноградом и всем прочим, закупаться мы ездили с родителями вот как раз в Киргизию. Потому что там был такой традиционный базар. Там, знаете, стояли ослы навьюченные, сидели киргизы, аксакалы. Там что-то играло. Играли вот на таких вот инструментах народные песни, ослы орали. В общем, такое попадание. Просто поделюсь так. В детстве тогда была передача в гостях у сказки. И когда среди прочих бывало, что показывали фильмы по каким-то восточным сказкам. Типа там «Аладин» или даже в какой-то степени даже историй Хаттабыч, там «Шехеризада» и все прочее. Я видел в этих фильмах сказочных то, что я видел в этих поездках. Не в совом Савитабаде. Я, как уже сказал, это был такой советский город с этими хрущевками, с пятиэтажками. Все как положено. А вот в этих поездках в Киргизию, а еще в областной центр Узбекистана, в Андижан. Поскольку Савитабад – это город Андижанской области. Вот Андижан – это знаменитый пьяный базар, огромный. Андижан в те годы – это вообще был такой город-базар. И вот в этих местах все было очень традиционно. Это словно ты попадал буквально в XIX век. Я тут нашел несколько фотографий начала XX века. Еще и со времен Российской империи с этих мест. Так, когда я там маленьким жил в 70-е годы, там были абсолютно такие же места, но разные. В Андижане, в Узбекистане, там ходили люди, старики, люди старшего поколения. Тогда для меня много было стариков. Ходили в чалмах, в халатах, с бородами. Женщины, между прочим, узбечки. Многие ходили в паранджах. Советский Союз, Брежневские времена. Я видел очень много. Мы их называли опа. Потому, что опа – это по-узбекски бабушка. По-русски мы еще иногда говорили опушка. А молодых мы называли кызымка. Вот они ходили очень часто. Много я видел в паранджах, которые полностью закрывали лицо и тело. В общем, это Андижанский базар. Это были опять-таки те же ослы, лошади. А еще иногда там устраивали, если по выходным, там устраивали такие гуляния, праздники народные, узбекские. То есть, как карай. Знаете, такие трубы огромные. Я не знаю, как музыканты их держат. Огромной длины. Гораздо, кстати, длиннее, чем на той фотографии, которую я сейчас покажу. Которые просто вздымались куда-то в небо. Видимо, очень легкие. Это как горные. Они гудели и созывали народ. Очень громко. И когда еще и такое празднество, ты просто оказывался. Забудьте, что ты в Советском Союзе. Ты на Восточном Древнем Базаре. Та же картина была в городе Оши, в городе Джалалабад, в Киргизии. Но там уже был колорит киргизский. Это совершенно разные народы. Расскажу, кстати. Я буду рассказывать спонтанно. Однажды к нам и в Советабад. Ну, бывало, что приезжал вот такой вот... Видимо, это был такой цирк. Традиционный узбекский цирк. Вот там расстилали паласы прямо на площади. Дудели в карае. Бежали мы все ребята. Замечу, кстати, что в Советабаде я совершенно... Может, потому что очень мелкий был. Я не знал такой проблемы, как то, что меня там могут побить, например. Это позже в Таджикистане, но это будет присутствовать. В общем, бежали мы все ребятишки. И помню, там были славные выступления. Там выступал... Силачи были. Мужик, помню, здоровый такой, ложился на спиной набитое стекло. Другой ходил по раскаленным углям, а потом показывал пятки свои. Шпагоглотатель был. Да-да. Все это бесплатно. Приходи и смотри. Да еще и угощайся там пловом. Шпаги глотали. Канатоходцы были. То есть, я говорю, то, что я видел в этих фильмах-сказках в восточных странах, я в этом воочию мог находиться вообще без всяких проблем. Но все-таки, да, там это был мир, конечно, узбеков. Вот по этому поводу интересно, как в разных этих странах, в разных тогда республиках происходили взаимоотношения. Но у нас класс в Саит-Абаде, он был очень интернационален. Сразу забегая вперед, скажу, что в Таджикистане такой интернациональности классов не было. Там, между прочим, были скорее классы и даже школы таджикские и русские. А в Саит-Абаде у нас в классе кого только не было. Ну, просто. Вот представители всего Союза и узбеки, и киргизы, и все остальные, мы все учились вместе. А что касается взрослого населения, то, насколько я помню и могу сузить, это как-то были такие обособленные миры. Вот на таких вот базарах, празднествах узбеки собирались. Женщины в Узбекистане, по крайней мере, в этих местах всегда ходили в традиционных одеждах. Вплоть, как я сказал, до паранжи. Носили на головах подносы, на которых там немыслимое что-то на этих подносах. Кувшины, плов, овощи. А тут еще куча детей на руках и у ног. Вот они там собирались. Но жили мы на своих этих улицах, всяких там советских, Ленина и все прочее, в этих пятиэтажках замечательных. У нас был дом почему-то четырехэтажный, что довольно-таки нестандартно. И в этих домах жили вот как раз-таки советские приезжие люди, строители и их дети. И это было как-то довольно-таки обособлено. Ну, в общем, как-то, наверное, на работе, да. Ну, батя, когда рассказывал там о каких-то, он с юмором о каких-то там сотрудниках, если там были узбеки, там местные селения, он всегда немножко такого бытового, безобидного, немножко имперского юмора добавлял, скажем так. То есть, как-то интересно, вот политика там была такая, что для детей абсолютная ассимиляция всех и народности, то есть, никаких разделений не было. Любопытно, что школа наша средняя носила имя Михаила Кутузова, школа имени Кутузова. Я там проучился только в первом классе, ну и, соответственно, в детский сад ходил. Были там среди моих друзей и узбек был, и киргиз был замечательный мальчишкой. Он жил так, как, знаете, вот вокруг таких небольших городов, типа Нур-Эксавитаба, таких городов гидростроителей, да, еще всегда располагались такие кишлаки, поселки, пригороды. Хоть и сам город-то маленький, но пригороды. И вот мой одноклассник киргиз жил вот в одном из таких пригородов в очень традиционной киргизской семье. В общем, интересно. Теперь немножко о географии этого города. Сейчас я вот тут почитал, оказывается, этот город сейчас как бы Ханабат, он сейчас называется, его продвигают как узбекскую Швейцарию, такую ему присвоили торговую марку, что ли, слоуган. Но и тогда, когда мы там жили, из него уже строили курорт. Потому что ГЭС к 80-му году была построена, поэтому и отец уже собирался переезжать строить очередной ГЭС. ГЭС была построена, а город постепенно превращали в курорт. Там на каком-то озере все обустраивалось. Потом там, как я видел, там по фотографиям были и катамараны, и пляж, все как положено, лодки. Но то, что я застал, город Савитабад, он окружен горами. Но горы такие очень дружелюбные, можно сказать. Это такие холмы, скорее. Холмы покрытые зеленью, с ранней весной все красное от маков. Там высажены деревья. И вот эти горы, они были и обустраивались, и уже были обустроены. Там шла дорога вокруг, извилистая такая. И был еще подъем, собственно говоря, по ступенькам можно было долго-долго подниматься. И на вершине одной из таких гор был парк аттракционов. Карусели стояли. Чертово колесо. Вы представляете, на горе еще и чертово колесо. Обозрение. Великолепно. И где-то, когда мне лет семь исполнилось, к восьми уже там строилась, еще была построена канатная дорога. Прямо из центра города Савитабад до, ну, на эту гору, на вершину горы. Где там все было замечательно. Там кафе, музей там какой-то находился. И вот этот вот парк аттракционов. Плюс там еще приезжали периодически какие-то концерты по выходным устраивались. В общем, а дорога вот эта вот горная, она была усажена деревьями. Но вот, кстати, насчет деревьев интересно то, что в Узбекистане, в Савитабаде, в отличие от Нурека, где на улицах, просто на улицах росли вишни, виноград, особенно черешня там и Урюк, в Таджикистане, ой, в Узбекистане, извините, в Савитабаде, насколько я помню, это были клены и ивы. Ивы просто огромных, гигантских исполинских размеров. Еще тутовник. Тутовое дерево с такими ягодами своеобразного вкуса. Вот, в общем, это была такая гора-сад с парком наверху. И вела туда канатная дорога. Канатная дорога, насколько я сейчас читаю, узнаю... Правда, последние видео, которые я нашел оттуда, они тоже уже довольно старые, им уже более 10 лет. Но тогда канатная дорога не работала, и все так застыло. Я покажу фотографии, видео, только висят вот эти самые кабинки. Суровая такая советская канатная дорога, где просто железная кабинка, вся целиковая, естественно, без стекол, без ничего, потому что все бы было разбито на второй бы день. Такую кабину сломать трудно. Можно ее и сцарапать, все это было, как положено. Помять, но целые такие кабинки. И, кстати, когда садиться на нее было, для меня всегда было вызовом, потому что она нифига не замедляла свой ход на посадке. То есть, надо было запрыгивать в довольно быстро едущую в эту совершенно небольшую кабину. Я, как правило, там сразу терял равновесие, чуть ли не падал. Благо, падать там особо негде. Но для меня это было огромное удовольствие, потому что кабинки эти, они, знаете, где-то они прямо буквально метров двух от земли, когда уже в горы мы поднимались, а где-то просто оказывались на огромной высоте. Ну, а почему-то не страшно было, даже если ветер дул. В общем, вот такая вот суровая советская канатная дорога и вот такие вот горы. Забегая опять вперед, скажу, что эти горы очень сильно отличаются от гор, которые окружают город Нурек в Таджикистане. Там совсем другая история. Это даже не горы. Это такие, говорю, дружелюбные очень холмы, хотя именно там я в семь лет умудрился очень жестко упасть и сломать себе руку и лежать там без сознания. Отдельная история. В общем, реки горные. Вот туда я и упал, кстати, в расщелину, там, где была река. Но огромное количество цветков, колокольчиков. Тюльпаны встречались редко. Тюльпаны – это таджийский цветок. Маков было полно. Просто можно было лежать на этой горе. Там пасли скот какой-то, лошадей бывало, что пасли. Можно было лежать, сидеть и смотреть на город. Это огромное удовольствие, когда ты забираешься на гору и находишь там свой дом, улицу. И удивительно, с горы, кстати, какой-то эффект такой, что ты находишься-то далеко, но видишь, ты даже, если кто-то знакомый будет идти там по улицам, ты вполне можешь его узнать. И еще можно до него докричаться. А у нас еще у отца был в работе бинокль такой довольно мощный, профессиональный. Я часто его с собой брал и рассматривал. И с этих гор мог видеть просто окна балкона нашего дома. Мы на третьем этаже, по-моему, жили. А с балкона я, наоборот, мог смотреть в этот бинокль на горы. И иногда видел там сосед наш, например. У нас сосед был у моего старшего брата, одноклассник, друг Азиз. Два брата жили. Азиз и Азим. Друзья узбеки. Замечательные пацаны. Но я с ними не общался. Я для них был мелкий. И вообще никто. Это понятно. В общем, такое вот. И сейчас я читаю, что этот город как бы, да, как горнолыжный курорт. Там не жаркий климат. Нет. Ну, теплый, конечно. Но каких-то экстремальных температур там и летом не бывает. И зимы. Ну, зимой снег. Потому что помню, что отец меня возил. Катал на санках. Есть еще фотография зимняя с тех мест. Так. Был там шахматный клуб. А отец у меня, он же математик. И он ходил туда играть в шахматы. Иногда брал меня с собой. Мне это очень сильно нравилось. Так. Естественно, все потерялось. Все работает как надо. Ну, вот смотрите. Вот очень советская фотография. Ой. Шахматный клуб в городе Савитабата. Вон мой батя сидит. Я тогда тоже что-то там пробовал научиться. Он мне объяснял. Там часы были шахматные. Все как положено. Ну, видите по одежде, что зима там. Зима там наличествует. Градусов, может, 5-6 мороза. Снег какое-то время даже не тает. Может, где-то месяц. А лето довольно мягкое. Поэтому вот сейчас его рекламируют как такой замечательный оздоровительный курорт. Он вообще весь Савитабат утопает в зелени. И тогда утопал. В основном, как я уже сказал, клёны и ивы. И вот это, помню, дорогу куда-то в парк. Как мы гуляли. Это всё просто нависшие деревья. Ты идёшь в тени, в сумраке. В таком уютном, приветливом. Удивительная штука уже из нашего времени. Я тут когда искал какие-то видео. Потому, что у нас кроме фотографий ничего не сохранилось. Но нашёл съёмки. Кто-то снимал на кинокамеру. На старую плёнку. Эту узкую, советскую. Любительскую. И я включу, конечно, это сейчас видео. Я очень благодарен этому таинственному человеку. Потому, что он буквально снял зимние и летние сцены. Буквально с наших дворов. Я даже совершенно бы не удивился. Я не знаю, конечно, если оказалось бы, что среди этих детишек, которые там резвятся, что там и я есть. Причудливая память даже что-то такое нарисовала. Скорее всего, придумала. Что когда-то кто-то нас действительно снимал на кинокамеру. Но сцена типичная. Это действительно наши дворы. Насчёт школьников. Тоже, кстати, удивительно. Там школьники, старшеклассники там были. Вот как в советских фильмах в 70-х годах. Для меня тогда, по крайней мере, понятно. Но они действительно были. Это были усатые, волосатые парни с гитарами. У нас во дворе внизу пугали они меня страшно. Это старшеклассники для мелкого советского пацана. Это какие-то великаны просто. Если они меня звали к себе, а не подойти было нельзя. Это всё были русские, кстати, парни. Ну, условно русские. Приезжие. То, конечно, они не обижали. Нет. Но троллинга там было вот так вот. Сидели они всегда с гитарами. Пели песни. Как я потом позже узнал, это была машина времени. И иногда там дипёпл, скорее всего, разучивали так. Курили. Курили много чего. Выпивали. Это всё были старшеклассники. Хулиганы. Такие вот хулиганы. Прямо классика жанра. Советский интеллигентный старшеклассник. Там 16-летний хулиган. Усики, волосы длинные, пиджачок, мопед. Опять-таки, на видео, там есть в этих видеосъёмках, покажу. Атмосфера вот такая вот. Смесь чего-то очень советского, как вы видели по фотографии из шахматного клуба. И при этом, если мы выезжаем на базар, как я уже сказал, ну, просто восточная сказка. Восточный мир абсолютный. Были там на этих базарах бабайки, мы их называем такие старики, мы их дети тоже очень боялись. О них какие-то там легенды складывали об этих бабайках. Ну, когда наступало 9 мая, оказывалось, что эти бабайки, поскольку я со школы, с первого класса участвовали, мы обязательно в парадах. Нас там строили, мы ждали, потом шли города, несколько улиц проходили, и проходили через центр города, где там трибуну строили. И потом я ещё останавливался и смотрел, и эти старики-то, это были участники войны. Они были увешаны медалями, наградами. Вот эти вот аксакалы. А что касается, причудливая память меня сейчас своими дорогами ведёт, что касается эхо войны, я очень много там видел инвалидов, ветеранов. Мы с отцом ходили в общую баню. И мы, наверное, только я и он там были такие. Остальные там были либо наколотые такие представители уголовного мира, либо инвалиды, либо и то, и другое. Я очень много видел людей без ноги, на колясках, с одной ногой, безруких, со страшными шрамами на всё тело. Потому что это 70-е годы, ветеранам сколько тогда лет? Буквально за 40-50, вот так 60 лет. И на улицах их было очень много. То есть, я застал настоящих ветеранов. Это не та клоунада, которая сейчас... В общем, кстати, у нас ещё соседка была, бабушка, ветеранша войны. Она, как и все ветераны настоящие, она очень сильно пила. Очень сильно. И когда была совсем пьяна, она приходила к маме по вечерам. Они там запирались от меня на кухне, и что-то там она рассказывала, 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 рассказывала. Потом уже позже моя мама поделилась этими рассказами. А как моя мама делилась? Почему? Я большой ведь любитель кино в детстве был. И смотрел военные фильмы советские. Хорошие там, не очень хорошие. И моя мама всегда говорила, что вот Тамара, по-моему, бабушку звали Тамара. Она всегда говорит мне, имей в виду, Люба, всё, что показывают в этом военном кино, это всё от начала до конца абсолютное враньё. Там нет правды вообще. Вот такая вот радикальная точка зрения. Не знаю, как к ней относиться. Ведь есть действительно хорошие военные фильмы советские. Возможно, тогда их ещё, кстати, и не было. Тогда фильмы Германа «Двадцать лет без войны», «Проверка на дорогах». Но они тогда на полках лежали. А «Иди и смотри» ещё не был снят. Может быть, поэтому. Но она рассказывала какие-то жуткие вещи. «Правду», которые моя мама так мне и только очень-очень-очень маленькую Толику. Закончила эта женщина тем, что покончила с собой. Это тоже, кстати, типично вполне себе. Я и в Таджикистане видел ветеранов. У нас старик жил весь изломанный, израненный. Который даже ходить нормально не мог. Он тоже постоянно был пьяный. Иногда надевал медали. А потом однажды, 9 мая, ему подарили власти бутылку водки. Он включил газ и тоже покончил с собой. Вот такие вот. Это ветераны. Не клоуны. Это ветераны. И вот Советская империя, окраины, Туркестан, бывший советский, Бухарский эмират. Кстати, очень жалею, что тогда в году жизни там я так не побывал. Почему-то в таких городах, как Сабаркан, Бухара. Я даже в Ташкенте, кстати, не был в детстве именно. Я потом был проездом, уже практически взрослым. Жил я вот в этих городах Савитабад. Там, где, собственно говоря, мы жили. Дижан, куда мы ездили на базар. Джалуабад, куда мы ездили. Тоже на базар. Но сейчас покажу кое-что. Моей основной радостью в поездках было хождение по киоскам. Я так говорю. Мама, киоск, киоск. Не забывай киоск. Потому, что мы собирали марки. Я и брат. И хотя в городе Савитабад был прямо отдельный магазин филателия. Представляете, магазин филателия. Пятиэтажный дом, а внизу магазин. Но там ничего особенного не продавалось. Обычно там марки космической тематики. Леонов там первый выход в космос. Терешкова вечная. И все такое. А вот, например, в Киргизии или в Антижане приближалась Олимпиада. И можно было купить такие вот замечательные просто в киоске вещи, которые доставляли мне неописуемую радость. Коллекционеры поймут. Очень многие дети тогда занимались коллекционированием. К нам приходили ребята, друзья моего брата. Старше меня на 6-7 лет. Долго они там альбомы свои раскладывали, задумчиво листали. У меня от этой атмосферы, знаете, я присутствовал. У меня мурашки просто по коже бегали. Как особенно один мальчишка умел вдумчиво листать альбомы. И они там, как правило, обменивались. Ну, весь смысл, наверное, коллекции в том, чтобы однажды взять и поменяться. Обменяться марками. А почему нет? В общем, вот такая вот красота. Воспоминания у меня скорее светлые. Хотя были там и мрачные моменты. Мрачные моменты. Именно в городе Савитабад я расскажу. И об этом тоже. Я впервые в своей жизни увидел похороны. Это мне года 4 было. Я понятия не имел, что это такое. Но это были первые похороны, которые я увидел в своей жизни. А это были советские похороны. Знаете, оркестр играет. Народ все знают. Все бегут. Все детство. И в Узбекистане, и в Таджикистане я бегал посмотреть на покойника. Это было преодоление страха. Это все было приближение этой похоронной процессии. Это несусветный страх. Это просто сердце вылетает. Но ты бежишь именно поэтому. Чтобы это преодолеть. И первые похороны, которые я увидел, они под окном у нас. Я стоял на балконе. А там гробов 6 или 7 пронесли. Я это... Как я мог это забыть? Мне еще рассказало, что вот это покойник. Люди, которые умерли. Я в первый раз как-то это понял и осознал. Насколько мог. А потом мне уже позже рассказали, что некий милиционер там очень сильно бухал. Что-то праздновал. Впал в белую горячку. И на улице открыл стрельбу. И несколько человек погибло. И вот так их в один день и хоронили. Что еще из такого мрачного там было? Там был отстрел собак. Бродячих в этом городе. Почему-то он шел среди бела дня. Я помню, как мы с братом смотрели в окно. Как-то он догадался, что сейчас будет. Он сказал, смотри, спари. Там шла собака. Раздался выстрел. Она взвыла, упала. Подошли люди. Загрузили машину. Затащили. Поехали. Там было однажды наводнение. Какая-то одна из дамб не выдержала. Прорвалась. Это было дело вечером. И все эти улицы. Сначала грохот, шум. Естественно, мы все вышли посмотреть. И вот эти все улицы просто заливаются селью. Грязевым потоком. Где-то первые этажи. Там все было метра два, наверное. Все потом было покрыто песком. Который потом несколько дней бульдозеры расчищали. Такие славные впечатления. Но было там чудо. Вот о нем расскажу и закончу пока на сегодня. Это чудо было Тяньшань. Это горы, которые в Китае. Где-то там. Но в некую определенную погоду. Несколько раз в год. Может, раза два в три. Как-то складывалось. Так атмосферные вихри так складывались. Что эти горы в виде миража. Они вдруг становились видимыми. Вот летний день. Ты выходишь на балкон. Я помню это в первый раз, как было. Я выхожу. И вместо привычного пейзажа, там горизонта. Я вижу горы. Огромные снежные горы. У меня просто до речи пропадает. Причем видны удивительно четко. И полное ощущение, что до них можно дойти. Ну, они далеко. Ну, кажется, что километра три. Может, пять. Ну, дойти можно. Я стал орать. Так пойдем. Жарко. Там снег. И мне стали объяснять родители или братцы, что они находятся в сотнях километрах. Они вообще в другой стране. Что это Китай. Где-то граница Киргизии и Китая. Боже. Я искал фотографию. Вот нашел что-то подобное. Ну, вот представьте, что... А потом проходит пару часов. И этот мираж растворяется. И уже надо очень сильно всмотреться, чтобы увидеть только-только какие-то, угадать очертания. Но наступает такой день. Редко. Когда они видны просто в потрясающих подробностях. Просто скалы, камни. Все различимо. И вот они как будто бы рядом. Это... Вот это настоящее чудо. Это же я потом такое же явление атмосферное, оптическое наблюдал в Таджикистане. Там Памир так же приставал. Утром ты его видишь. Вот он. Вот они, эти горы. Ну, вот прямо. Вот сел на велосипед и доехал. Нет. А через час ты выходишь, и их нет. И только вглядевшись, можно увидеть еле-еле очертания. А часто этого не было. Вот это настоящее. Я помню тот день, когда я впервые увидел. Я просто... По-моему, я просто орал. Это... Этого не передать. Вот в такой атмосфере, в такой смеси советского инженерного быта родителей и восточного традиционного базара и школы, где нам постоянно рассказывали, и в детском саду. В детском саду каждый день. Ленин, 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 семья Ленина, маняша, младшая сестра, Ленин, Ленин, Ленин. И в школе то же самое. Вот она, Советская империя, на своих окраинах. Скажу так, подводя итоги. Узбеки, особенно пожилые, они придерживались традиционного образа жизни. При этом были совершенно лояльны, и советская власть относилась с уважением. Но образ жизни очень традиционный. И такое ощущение, что как бы из властей узбекских никто там не навязывал, не боролся с этим. Я же говорю, восточные вот эти базары, чего не было потом в Таджикистане, я этого не видел. Восточные церковые выступления, там традиционные, женщины в паранджах. Никакой борьбы там с этим не было. По крайней мере, я этого не знал. Наверное, будучи ребенком, я не знал много чего. Такие вот удивительные дела. С продуктами тогда уже там было плохо. Почему у меня родители решили переезжать в Нур-Эк? Потому что Нур-Эк тогда был, когда там шло строительство, это был город изобилия. Просто у нас отец сначала уехал по вызову. И он нам где-то несколько месяцев, он жил там, а мы жили еще в Узбекистане, в Савитабаде. Он нам присылал посылки с финским маслом, с колбасами. В Савитабаде ничего подобного. Близко там все было в дефиците. И вполне можно было пойти купить просто дохлую курицу, которая там выбрасывалась потом собакам. Не дохлую курицу, а испорченную. Брали все, что могли. И риски эти ужасные, там за пять копеек, знаете, когда риска прилипает к твоим зубам, и ты полдня с ней ходишь, довольный и счастливый. Отодрать ее невозможно. Только ждешь, когда она растворится. Там дефицит был тогда, к началу 80-х, жуткий на продукты. Но были базары. Никто насчет этого не парился. Потому что на базарах было все. Абсолютно все. И это было недорого. Это было несусветное изобилие. Вот, пожалуй, на этом первую часть под названием Савитабад я закончу. А дальше, как Бог удастся, и как жизнь покажет. Планирую рассказать о городе Нуреке, о Таджикистане и о Душанбе. Поскольку до 17 лет я там еще после окончания школы учился в Душанбинском государственном университете. В общем, есть что рассказать. Если будут комментарии по этому поводу. Может, у кого-то сходный опыт жизни, биографии. Ну, буду рад пообщаться. В общем, спасибо за внимание. Якши. Крепкого здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok